здравствуйте дорогие друзья мирного неба вам над головой обычно я желал хорошего настроения хорошего самочувствия всяческих успехов жду того момента когда смогу с улыбкой на веселее как я люблю желать того же самого наверно когда настанет мир у меня будет надолго хорошее настроение даже несмотря на кризис безработицу и прочие проблемы час от часу не легче такие новости сейчас приходят как было готово наше российское государство мало того что мы на запад вывезли и фактически сдали 300 миллиардов долларов вот пожалуйста еще новости на момент начала войны большое количество шедевров искусства принадлежащих россии оказалось на выставках в европе теперь их возвращение под большим вопросом выставка коллекция морозовых иконы современного искусства открылась здание фонда луи виттона в париже 22 сентября 21 года и оставалась открытой до 22 февраля там более 200 шедевров работы манная родена мания писара ван гога матиса бесценные холсты репина коровина серого малевича кончаловского транспортировку работ отложили якобы из-за введенных санкций однако позже издание мариан со ссылкой на правительство страны сообщила что картины послужат залогом заживущих в россии французов и станут гарантом их безопасности у эрмитажа в италии выставлены работы пикассо тициана еще 23 картины причем организатором выставок выступает не министерство культуры италии а мэрия милана и частная площадка галереи в англии в рамках выставки фаберже в лондоне романтика в революции в музее виктории альберта находится три императорских пасхальных яйца фаберже из музеев московского кремля они были отправлены за рубеж впервые музей эрмитаж в амстердаме сообщила прекращение сотрудничества с государственным эрмитажем обе стороны в россии нидерландах решили даст досрочно завершить выставку русский авангард революция в искусстве однако будут ли возвращены экспонаты под большим вопросом друзья мои как это назвать вы что не могли досрочно эти выставки завершить я не понимаю ну то есть смотрите конечно если бы россия начала в последние там не знаю две недели быстренько забирать свои золотовалютные резервы из европы до вывозить картины стало бы понятно что что-то такое нехорошее происходит но у нас был повод типа мы требуем гарантии безопасности помните эти ультиматумы мы хотим переговоров с нато мы требуем чтобы нас услышали мы вы должны соблюдать наши безопасности наши гарантии безопасности наши границы никаких там боеголовок рядом с нашими границами и так далее ах вы не хотите это было середина января ну знаете ли тогда мы вот в качестве жеста заберем свои резервы но не 300 миллиардов долларов ну например половину 150 миллиардов долларов мы срочно вывезем их в россию и все коллекции картин мы вывезем в россию а в феврале еще половину бы от оставшегося еще 75 вывести не сделано нихрена ладно это то что было сделано а то чтобы не было сделано московский комсомолец опубликовал большую статью по теме продовольственной безопасности точнее угрозы угрозы грядущего голода о чем мы говорили уже здесь не первый день цитата хотя есть в россии предприятия которые выращивают качественный семенной картофель но в программу импортозамещения с мерами господдержки они не попали нам сказали что мы не подходим по критерию применение новшеств хотя мы уже 20 лет используем гидропонную теплицу в которой выращиваем мини клубни из пробирок говорит директор экспериментального тепличного комбината мире стенные культуры евгения балабанова из ставропольского края так что мы по-прежнему производим 100 тонн супер элитного картофеля в год у нас в россии огромная часть семена семян семенного фонда то что потом должно превратиться в еду и накормить страну и пойти даже на экспорт закупается из-за рубежа своего у нас нету в достаточных объемах и те предприниматели не просто бизнесмена настоящие предприниматели которые знают технологию развивают технологию создают предприятие вот не было предприятия создали не бизнесмены предприниматели я предлагаю четко различать вот эти два слова купил продал завод например купил дешевле продал дороже ничего с ним не не делая просто спекулируя бизнесмен заработал молодец создал что-то новое предприниматель уважаемый человек есть такие предприятие производит 100 тонн супер элитного картофеля простите тысячу тонн тысячу тонн я так понимаю это рассада из которой вырастет еще огромное количество картофеля и она и господдержки не получила вы нам не нужны а зачем вы нам мы все купим на западе я предлагаю генеральной прокуратуре разобраться как это произошло как выяснил коммерсант начальник управления поддержания летной годности росавиации валерий кудинов был уволен после того как рассказал журналистам о процессе перевода российских самолетов в госреестр и отказе китая поставлять авиазапчасти в рф рассказал о том что развалена авиация что мы не готовы у нас нет запчастей увольнение а зачем людям знать правду а бухов про пишет про перебои с лекарствами в адрес госдумы а также через сми начали поступать первые сигналы о нехватке некоторых жизненно важных лекарственных препаратов в ряде регионов москва челябинской области другие в москве в мегаполисе где есть все среди недостающих лекарств дипокин хроносферы для больных эпилепсий и эльтероксин для страдающих заболеванием щитовидной железы ситуация особенно тревожна в связи с недавним заявлением минпромторга о том что государственная программа по импортозамещению лекарств позволила заместить отечественными аналогами только 20 процентов препаратов в то время как 80 мы все же ввозим из-за границы новая реальность может очень серьезно отразиться на обеспечение населения медикаментами связи с этим написал запрос в адрес председателя правительства мишустин с требованием принять все необходимые срочные меры для обеспечения наших граждан жизненно важными лекарственными препаратами а что теперь сделать мишустин у вас было восемь лет импортозамещение и вы смогли заместить 20 процентов фармацевтических препаратов два года коронавирус о медицина наш приоритет врачи наши герои сражаются на передовой уж теперь-то мы позаботимся о нашей медицине как никогда раньше бешеные многомиллиардные доходы сотни миллиардов получили фармацевтические компании фармацевтические олигархи но то что людям реально нужно простите простите зачем это же диверсия это же предательство рогозин дмитрий олегович замечательный наш человек накинулся на дворковича дворкович бывший вице-премьер написал очень такую антивоенную что называется голубиную статью и вот рогозин ему отвечает аркаша голубь ты наш ты лучше ответь почему при твоем кураторстве минтрансом и аэрофлотом вы противились закупки российских самолетов и посадили нас всех на боинги и airbus ты чем тогда думал миротворец расскажи также про свои успехи в импортозамещении ведь ты курировал всю гражданскую часть промышленности россии и данную работу в правительственной комиссии по импортозамещению думаешь спрячешься за шахматной доской от этих вопросов миллионов людей чье право на передвижение ты и тебе подобные поставили под сомнение о-о-о рогозин молодец-то какой вскрыл гнойник тех кто саботировал импортозамещение ну теперь-то мы узнаем всю правду а правда вот чем тут господин рогозин написал какие-то глупости о дворковичей самолетах но в моей памяти почему-то отложилось что именно рогозин отвечал за строительство гражданских самолетов в россии поднял архивы так и было кстати на нем же висели обязанности по микроэлектронике это еще в 2013 году то есть до сегодняшнего дня было еще девять лет рогозин сам курировавший в правительстве авиапромышленность импортозамещения в ней обвинил в неудачах дворковича но никто же не заметит рогозину вообще тут в телеграм-каналах обсуждают что он в ближайшее время получит высокое назначение ну всем же понятно что в стране пятая колонна полно предателей олигархи бегут из страны журналисты бегут из страны либеральная элитка всякие там программисты побежали 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 но рогозин то настоящий патриот патриотизм должен мериться в реальных достижениях для страны в конкретных достижениях в конкретных успехах поручили тебе заводом управлять модернизировал его увеличил качество продукции увеличил выпуск продукции повысил людям зарплату установил экологическую там фильтрационную систему так что природе хорошо стал красавчик получаешь повышение настоящий работник настоящий патриот сделали тебя начальником департамента улучшил ты показатели в отрасли на 20 процентов за год вместо привычных десяти молодец красавчик добился успехов получая повышение новое назначение региональный министр например по какой-нибудь там хабаровскому краю министр промышленности и торговли по хабаровскому краю удалось тебе добиться успехов по стране рост на пять процентов а ты добился по краю 15 процентов успехи твои очевидны работаешь на страну вкалываешь лучше остальных получаешь повышение становишься там не знаю министром промышленности торговли федеральным на успехах и достижениях должна строиться карьера а рогозин провалил сам и сейчас он рассказывает какой маск придурок и хохлы все проиграют прошу прощения это не мои слова вот вот ему бы сейчас повышение дадут именно рогозин до последней смены правительства отвечал за производство российских пассажирских самолетов сухой суперджет 100 с которыми связана масса до сих пор нерешенных проблем еще в шестнадцатом году чиновник анонсировал отказ от французских двигателей на которых сухой летает до сих пор хоть те и выходят из строя а в двадцатом году государственная транспортная лизинговая компания фиксировала проблемы с предпродажным обслуживанием ремонтом и тех обслуживанием сухих от российских самолетов из-за этого отказывались иностранные заказчики ирландской сити джет брюссельские авиалинии мексиканская интерджет вот такие успехи матушки россии в нижневартовске очередная история стая бродячих собак напал на мужчину он не смог отбиться и сейчас лежит в реанимации 40 лет не пострадавший работает охранником на местном заводе собаки атаковали его как раз во время очередного обхода животные смогли повалить мужчину на землю и накинулись с ворой сейчас охранник находится в реанимации в тяжелом состоянии врачи не делают не дают никаких прогнозов тем временем нападением заинтересовалась местная прокуратура месяц назад два месяца назад три месяца назад несколько месяцев у нас обсуждают о собаки закон даже приняли так нихрена не сделали когда уже мы будем судить не по словам а по делам где реальные результаты работы наших власть придержащих ребят вы охренели володин о новое преступление педофилов ну все а теперь педофилы будут отвечать по всей строгости пожизненное заключение без права на условно-досрочное то есть вы будете наказывать только тех педофилов которые уже совершат преступление а предотвратить это что предпринято чтобы не было этих преступлений ничего в любой день мы услышим новую громкую шокирующую новость что сделано в плане собак ничего 50 горняков погибло на шахте листвяжная что сделано чтобы этого не повторилось ничего в любой день будет новая трагедия несколько трагических ситуаций расстрелы в школах и университетах колледж в керчи казанская школа православная гимназия и пермский госуниверситет об этом кто-то говорит что вы сделали в любой день мы услышим новое известие ребята у вас страна в агонии никто ничего не делает а зачем главное рассказать что на украине добьемся победы установим понимаешь правильную власть и все ты патриот ты молодец ты думаешь о стране ты вот все правильно все тебя никто не посмеет уволить 43 процента граждан считают что несут слишком большие расходы на оплату услуг жкх свидетельствует данные опроса фонда общественное мнение фом почему мы переплачиваем по жкх знаете нашим чиновникам можно было взять хотя бы один из этих вопросов который касается каждого жителя страны чтобы кредитную петлю с людей сняли было бы доверие к власти если бы уменьшили оплату жкх было бы доверие к власти что-нибудь дайте людям в масштабах всей страны не могут глава минфины силуанов пообещал следить за ценами и не давать пенсионеров в обиду но они уже обижены по экспертным оценкам только за первую неделю санкций рост цен превысил 20 процентов к обмину нужно переходить от слов к делу и проиндексировать пенсии как минимум на 20 процентов уже сейчас заявил председатель справедливой россии сергей миронов поддерживаю срочно поднять пенсии на 20 процентов и поднимать их на 20 процентов каждый блин месяц друзья мои вы посмотрите цены уже растут но по практике наших властей индексация пенсии состоится только в начале следующего года в январе или феврале а как пенсионерам выживать ближайшие месяцы а что делать людям у которых сейчас нет лекарств санкции это смешно это вообще никак не не ударит по нашей экономике это мелочи расскажите это людям у которых и так пенсии не хватало на оплату жкх расскажите это людям у которых сейчас исчезли необходимые лекарства с аптечных полок сколько можно уже строить потемкинские деревни рассказывать о том как все хорошо и прекрасно друзья мои пора признать история с военной спецоперации это очень удобный вариант отвлечения общественного внимания посмотрим на карту линия продвижения наших войск сдвинулась мы углубились на семь километров вперед на этом направлении ура ура мы дали бой уничтоженный еще 30 единиц бронетехника бронетехники противники чудесно замечательно а что дальше как мы жить то будем пишите свои варианты друзья в комментариях ставьте лайки делать репосты подписывайтесь или отписывайтесь главное берегите себя и готовьтесь если эта власть не сможет восстановить страну а ее надо фактически отстраивать заново куда ни глянь везде провалы провалы и разруха значит это предстоит делать нам каждому из нас на своем рабочем месте спасибо до новых встреч пока